МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. В подъездах у нас уже краска отслаивается. Когда будет, там наведен порядок. Какие еще вопросы поднимались на встречи с жителями, смотрите в сюжете. Эту открытку я посвящаю своему праву-радедушке. Самые маленькие жители округа тоже готовятся к 9 мая. Матч понравился. Все боролись. Очень понравился. Спасибо ребятам за игру. Это команда. В округе провели турнир по хоккею, посвященный годовщине освобождения Мариуполя. Отлично, великолепно. Погода порадовала. Дождь разошелся. Настроение супер. Коллектив супер. Люберецкие байкеры открыли мотосезон. А теперь обо всем подробнее. В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период. Все подробности у нашего корреспондента. Более двух с половиной тысяч обращений поступило в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая на прошлой неделе. Из 25 преступлений 20 раскрыто по горячим следам. На территории обслуживания ведомства произошло 175 ДТП. Три происшествия с пострадавшими. За прошедшую неделю работали в усиленном режиме. В связи с праздниками полное взаимодействие с администрацией по охране общественного порядка. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 71 раз. В 8 случаях они боролись с огнем. На территории городского округа Люберцы произошло 7 пожаров. Все происшествия обошлись без пострадавших. 27 апреля в 1 часа 47 минут город Люберцы, улица Смирновская, дом 5. В салоне красоты обгорел электрочисток на площади 1 квадратный метр пострадавших нет. В этом году в городском округе Люберцы запланировано масштабное благоустройство территорий вокруг железнодорожных станций, прилегающих к МЦД-3. На данный момент работа проходит на станциях Ухтомская, Люберцы-1, Панки, Краскова, Томилина и Малаховка. Концепция по благоустройству предусматривает создание качественной городской среды с акцентами на пешеходное движение, а также на создание комфортных условий для пассажиров наземного общественного транспорта. На прошлой неделе в городском округе Люберцы завершился отопительный сезон. Все котельные перевели на летний режим работы. В блоке ЖКХ произошла масштабная авария, которая оставила без воды три населенных пункта. Последствия провала канализационного коллектора полностью ликвидированы. Луиза Игенцарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава городского округа провел очередную встречу с жителями. На этот раз вместе со своими профильными заместителями, руководителями управляющих компаний и городских служб он посетил восьмую школу. Подробности в следующем материале. ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение. На любой вопрос жителей найдется ответ. Решение по той или иной проблеме на таких встречах принимают оперативно. Перспективы развития транспортной отрасли, новые дороги, оптимизация правил дорожного движения в городе. В общем, такие вопросы в основном. За маленькими столиками представители всех отраслей у ЖКХ целая очередь. Жительница дома 31 на улице электрификации Валентина Курдюкова пришла с просьбой включить многоэтажку в программу капитального ремонта. В подъездах у нас уже краска отслаивается. Ну, когда будет там наведен порядок, заштукатурить, покрасить, побелить уже в конце концов. Давно уже это все не делали. Сказали, что все сделают. Ряд вопросов жители округа адресовали непосредственно главе. Тематика самая разная. Строительство социальных объектов, благоустройство территорий, строительство МЦД-3. Каждое обращение зафиксировано и принято в работу. Встречи с жителями позволяют приблизиться, услышать те переживания, которые их беспокоят. И, конечно же, записать их обязательно, с коллегами отработать. И в дальнейшем, конечно, на следующей встрече либо уже человек не приходит, либо бывает, что приходит и бывает и с нашей стороны какая-то недоработка, мы ее исправляем. Поэтому приходите на встречи, мы всегда приглашаем и активно в дальнейшем будем общаться со всеми нашими жителями. Беседы с властью в таком формате проходят каждый месяц. Узнать дату и место проведения встреч можно на официальном сайте и в соцсетях администрации городского округа. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Один из популярных брендов шоколадной индустрии. Более 25 лет в Люберцах работает кондитерская фабрика «Волшебница». Предприятие неоднократно занимало лидирующие позиции и признавалось одним из лучших в своей отрасли. О последних достижениях компании наш следующий сюжет. В конце 90-х на этой площадке изготавливали только сырье для кондитерских изделий. Но у руководства фабрики были планы выйти на собственное производство шоколадной продукции. В 2010 году процесс был запущен. И на сегодняшний день лакомства этого бренда знают многие сладкоежки. Начали мы с очень такой знаковой для нас рецептуры и знакового продукта, по которому узнают нашу фабрику. Это наш супер нежный классический трюфель, который мы производим с 2010 года. На рецептуру и технологию производства этого продукта организовывали непосредственно французские технологи, были приглашены. Сегодня помимо классического трюфеля фабрика производит более 200 наименований кондитерских изделий. Постоянно появляется инновационная продукция. За разработку шоколада для детей с антикорресным эффектом предприятие получило медаль на международной выставке «Продэкспо». Могу пожелать устойчивого положения на рынке, ну и роста благосостояния именно работников, чтобы росла заработная плата. А это будет, когда есть заказы, когда есть потребитель и есть качество. Здесь все факторы есть, поэтому я думаю, что предприятие хорошее будущее. Представители Совета депутатов отметили профессиональную работу коллектива благодарственными письмами. В зависимости от сезона на кондитерской фабрике трудится от 120 до 180 человек. В год они производят более 3000 тонн сладостей. Служба, которая стоит на страже жизни и здоровья людей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 28 апреля свой профессиональный праздник отметили сотрудники скорой медицинской помощи. Эту дату учредили в 2020 году, когда медики приняли глобальный вызов – пандемию COVID-19. О том, как честовали героев, которые первыми приходят на помощь – наш следующий сюжет. «Скорая помощь» – это большая команда, которая состоит из врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей. 32 круглосуточные бригады Люберецкой подстанции обслуживают более 600 тысяч жителей. Работа каждого из них направлена на одно – спасать человеческие жизни порой, даже когда счет идет на минуты. Профессиональный праздник они также на боевом посту, но сегодня между вызовами принимают поздравления и самые добрые пожелания. «Служба была основана в 1898 году, в 19 веке, и в то самое время уже руководители поняли, что без квалифицированной помощи та, которая придет в самую трудную минуту и окажет ее, спасет человеческую жизнь, уже не обойтись. Я желаю каждому из вас только здоровья, ваши семьи, чтобы развивались, чтобы коллектив был так же, как одна большая семья». Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил виновникам торжества почетные грамоты. От диспетчера по приему и передачи вызовов Ларису Стрельникову отметили знаком отличия. Благодарю. «30 лет отработала на линии, а сейчас 7 лет уже диспетчер по приему вызову». «Это все, это моя работа, я даже не представляла другую работу. Я не знаю, даже не могу ответить. Я всегда радовалась этой работе и люблю эту работу даже сейчас». В Люберцах работает бесплатный экскурсионный автобус Победы. Он курсирует по знаковым памятным местам городского округа. Во время поездки жители знакомятся с интересными фактами военных лет, а также посещают краеведческие музеи. В патриотическое путешествие отправилась и Луиза Егия-Зарян. Этот брендированный праздничный автобус начал курсировать по городскому округу в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас готовится к очередному рейсу по памятным местам воинской славы. К экскурсионному автобусу уже подходят первые пассажиры. «Очень хорошая идея, чтобы сплоченность какая-то была, чтобы дети знали, что пожилые тоже и воевали, и были тружениками. У меня мама тоже 14 лет тружеником была». Сегодня маршрут автобуса Победы проложен от центра Люберец до Малаховки. Экскурсовод Татьяна Андреева – методист музея истории и культуры этого поселка. В пути она рассказывает, какой вклад внесли жители прифронтового района в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Подробно описывает события тех страшных лет. «В результате попадания в цеховую постройку пострадала Томилинская птицефабрика. Несколько бомб попало на Панковскую больницу. А в один из вражеских налетов погибло 14 человек, в том числе и дети». Первая остановка – сквер Победы в поселке Малаховка. Мемориальный комплекс в память о местных жителях, погибших на фронтах Великой Отечественной, открыт в 2005 году. Здесь высечено имя каждого, кто отдал жизнь во имя Победы. «Не танцуйте сегодня, не пойте, предвечерний задумчивый час, молчаливо окон постойте, вспомините погибших за нас». Организация отличная, понравилось, что рассказывали о героях, о Федорове, о люберцах, о участии. Пока ехали в автобусе, экскурсовод с таким трепетом пропущен через свою душу. Далее автобус Победы направился в сторону Музея истории и культуры поселка Малаховка. Здесь участников экскурсии познакомились с постоянной выставкой, посвященной Великой Отечественной войне. В те годы на территории поселка работало четыре вакогоспиталя. «Начались немецкие воздушные налеты. В результате пострадало около десятка домов в Малаховке. Немцы, конечно же, в первую очередь, бросая бомбы, метили в железную дорогу. Но попадали они уже как придется». «Мама просто сидела на работе, из окна увидела автобус, ей он так понравился. Она зашла в интернет, нашла, что это вообще такое. Сразу написала мне, давай запишемся на экскурсию. Вот мы записались, на выходных решили съездить сюда. Я тут никогда не была в этом музее, удалось посетить, на экспозицию эту интересную сходить, узнать о своем крае родном». И такая возможность есть у всех желающих. Отправиться в путешествие по родным краям на автобусе «Победы» можно до 11 мая. Луиза Игия Зарян, Бетр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберцы присоединились к ежегодной акции «Диктант Победы». В городском округе было открыто более 30 точек, где все желающие могли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Самой большой площадкой стала картинная галерея. Там работала съемочная группа нашего телеканала. Уже в пятый раз накануне Дня Победы проходит акция, которая еще раз напоминает о событиях, которые происходили с 1941 по 1945. Участникам «Диктанта» предстоит ответить на 25 вопросов, связанных с историей тех самых четырех лет, которые навсегда вошли в мировую историю. Всегда момент волнения, просто вопрос, кто как его умеет скрывать. Здесь собрались профессиональные ученики. Я думаю, что справимся со своим волнением, напишем все диктанты с хорошим результатом. Это определенная проверка наших знаний. Но, по крайней мере, то, что не будем знать после диктанта, есть возможность залезть в интернет, посмотреть, почитать и что-то вспомнить. Главная цель «Диктанта Победы» не просто проверить уровень знаний, а в очередной раз вспомнить о великом подвиге советского народа, перечитать учебники по истории и окунуться в архивные документы. Таким образом, почтить память, чтобы помнить, не понимая сейчас, правильно или неправильно ответим на вопросы. Наверное, после этого теста будет интересно взять какую-то литературу, историю и почитать по поводу этих событий. Потому что даты, конечно, в голове уже не держатся. Если еще личности можно понять, где Сталин, где Рокоссовский, вот с датами сложнее. В патриотической акции приняли участие более двух тысяч жителей городского округа Люберца. Узнать свои результаты можно на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному номеру. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Акция, без которой не обходится ни одно празднование Дня Победы. В преддверии 9 мая волонтеры раздавали на улицах городского округа георгиевские ленточки. На одной из точек, где вручали главный символ праздника, работали и мы. Здравствуйте. Дай, пожалуйста, ленточку. И нам победа раз. Спасибо. В центральном парке Люберец царит праздничная атмосфера. Ее создают оранжево-черные ленточки, которыми украшена одежда людей. Сувенир в честь Дня Победы с радостью принимают как взрослые, так и дети. Дань памяти нашим предкам в каждой семье. Кто-то воевал на фронте, кто-то в тылу. Для меня этот праздник действительно до мурашек со слезами на глазах. Волонтеры раздавали ленточки и помогали правильно прикрепить их на одежду. Важно, чтобы символ Победы был расположен на левой стороне груди. Память о всех погибших, о всех страданиях, которые прошел наш народ, весь советский народ на протяжении вот этих четырех лет, 41 по 45 год. И чтобы люди не забывали, что такое война, и чтобы никогда не хотели его повторения. Я участвую в такой акции впервые, но я уверен, что на протяжении и следующих годов я буду в ней участвовать. Символ героизма, воинской доблести и славы советских защитников. В прошлом году Георгиевская лента получила официальный статус. Согласно закону, публичное осквернение символа Победы влечет за собой административную или уголовную ответственность. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День Победы – праздник, к которому с особым трепетом готовятся в учреждениях образования. В детских садах и школах городского округа проходят патриотические уроки и классные часы, посвященные 9 мая. Дети учат стихи, делают рисунки и рассказывают о своих героях, участниках войны. Все радуются победе, то, что война уже закончилась. Все со слезами, ведь без слез нельзя так веселиться. Ведь это очень хороший праздник и очень грустный. Тщательно подбирая каждую деталь, воспитанники дошкольного отделения 20-й гимназии делают открытки к 9 мая. На них Георгиевская ленточка, фотографии ветеранов и незабудки, а последний штрих – белые голуби – символы мира. Эту открытку я посвящаю своему прапрадедушке. Он был минометчиком, а звание у него было старший сержант. Он имел 4 награды – 2 за отвагу и 1 за боевые заслуги. И за победу над Германией. Это мой прадед. Когда его заправили на войну, ему было 23 года. Во время войны у него было легкое ранение. Но после лечения в госпитале он снова вернулся на фронт, где сражался с фашистами. Своей открыткой я хочу поздравить всех с Днем Победы. А дети постарше, ученики 2-го Б вооружились цветными карандашами. Тема урока рисования – День Победы. На листке белой бумаги они изображают то, с чем у них ассоциируется этот праздник. Я рисую пластики к 9 мая. Это когда победили в Великой Отечественной войне. Я этот рисунок хочу посвятить своему прадедушке и всем ветеранам, которые подарили нам мирное небо. Пусть небо будет голубым, пусть бомбовозы по нему не прилетают ни к кому, не гибнут люди, города. Мир нужен на земле всегда. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жительницы разных регионов плетут маскировочные сети, которые очень нужны во время боевых действий. Каждый день к масштабному движению присоединяется все больше женщины. Люберецкие жительницы не стали исключением. Давай, смотри, вот мы все здесь начнем. И вот ты туда вниз вот так пойдешь. Хорошо? Хорошо. И вернешься. В этом небольшом помещении на проспекте Гагарина каждый вечер собираются люберецкие женщины. Вместе со своими детьми они плетут маскировочные сети для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В каждую ячейку вплетаются доброта и любовь. Маскировочные сети, считаю, что это тот труд, который очень кропотливый, но самый необходимый. Ткань есть, в сети есть, осталось только рабочие руки, чтобы помогли. От российских бойцов, как лучший показатель успеха, приходят запросы на новые партии продукции. Чтобы сделать трехметровое полотно, потребуется не менее двух дней. Готовое изделие люберецким военнослужащим передает Алексей Тимирбаев. В зону СВО он доставляет адресную гуманитарную помощь. Продукты, спальники, тактические аптечки, медикаменты, генераторы, газовые горелки и, конечно, камуфляжные сети. Есть организация «Золотые руки ангела». Они изготавливают уже давно эти сети. На их опыте мы начали это делать. Мы решили тоже организовать свой небольшой цех и начали этим заниматься. Женщины наши. Наши тоже «Золотые руки». К сожалению, у нас помещение очень маленькое, не позволяет делать больше. Среди люберецких рукодельниц немало женщин, чьи сыновья и мужья сейчас защищают рубежи отечества. Как и супруг Ларисы Лазаревой. Она не понаслышке знает, какая поддержка нужна. Она пойдет нашим бойцам для маскировки на блиндажи, на орудия, на автомобили, на заградительные заборы. Они очень нуждаются в этих сетях. Помимо маскировочных сетей, женщины изготавливают окопные свечи. Первая партия уже отправлена в зону СВО. Пусть быстрее наши бойцы возвращаются домой и с победой. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Акция «Школа утилизации электроника» с каждым годом собирает все больше и больше участников. Главная ее задача – научить подрастающее поколение заботиться о природе. Именно поэтому она организована с учетом возраста участников, конкурсы, песни и мастер-классы. Подробнее в следующем сюжете. Школьники Люберец проводят этот день не за партами, но не менее познавательно. Специально для них в рамках акции «Школа утилизации электроника» проводит экологический урок. Учат с раннего возраста, заботятся о природе. Здесь дети могут благоустроить город с помощью благоустройства цветами и переработкой мусора. Здесь они могут попробовать сами отправить мусор либо на вторичную переработку, либо на полную утилизацию, либо угадать, из чего сделаны эти вещи. Те, кто постарше, соорудили пирамиды из принесенной на утилизацию старой техники. Победили ученики гимназии номер один, построив четырехметровую башню. Мы построили вот эту красивую инсталляцию, хотели показать, что все возобновляется. Это все наши школы собрали. Экологическая акция прошла под патронажем единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Эколайн-Воскресенск» и администрации городского округа Люберцин. Самое страшное для окружающей среды – это фреон в холодильнике. Потому что утечка фреона в природной естественной среде оказывает негативы на озоновый слой больше, чем 10 тонн углекислого газа. Задача сегодня – воспитать детей и молодежь таким образом, чтобы электроника сдавалась на вторичную переработку и не попадала в окружающую среду. Вся собранная электроника будет переработана без вреда для экологии и получит вторую жизнь. В прошлом году во время проведения акции собрали 27 тонн старых электроприборов. В этом году, судя по количеству участников, эта цифра значительно превышена. Бесплатные завтраки и обеды люберецкие школьники получают каждый день. Качество еды в столовой под пристальным контролем родителей и властей. На одной из проверок, которую провели в 27-й школе, побывала наша съемочная группа. Проверки школьного питания проводятся в округе регулярно. В первую очередь они направлены на укрепление здоровья детей и получение ими качественных и полезных блюд. Дети питаются по 10-дневному меню, поэтому на завтраках и обедах каждый день разные блюда. Вся еда готовится в школе, но прежде чем ее подают на стол, проводится дегустация. У нас есть своя брокеражная комиссия. До того, как дети придут на завтрак, мы сами пробуем, записываем всю органолептику. И только через брокеражную комиссию проходят завтраки и обеды в пищеблоке. Еженедельно проходит родительский контроль. Родители могут записаться через школьный портал и попробовать то, что у нас кушают дети. Сбалансированное питание в школьных столовых находится и на контроле единороссов. Люберецкие депутаты лично попробовали школьный обед, осмотрели кухню и пообщались с детьми. Им нравится все, абсолютно все. Что больше завтраки или обеды, а не какие-то есть завтраки и обеды. Мы поговорили с работниками кухни, замечательные женщины. Чувствуется такая доброта и открытость и профессионализм, поэтому люди готовят с душой. Спасибо нашим домам! Я желаю, что пустот горят нас! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В кадетской школе провели торжественное собрание по случаю окончания учебного года. В актовом зале собрались ученики всех классов, но особое внимание выпускникам. Для них наступило время прощаться со школой. Кадеты не просто ученики. От сверстников их отличают строевая выправка, подтянутость и выносливость. Какой след оставят эти ребята на нашем небосклоне кадетства? Очень заметный. Потому что среди вас есть те, кто защищал честь не только нашей школы, не только нашего округа, но и всей Московской области на различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях и привозили победы. Традиции, поколения, которыми сильна наша страна, сильна наше общество, наша армия, конечно же, впитаны. И с первых дней учебы, поступления в кадетство впитывают наши ребята. И мы вам, ребята, желаем в последующем двигаться только с таким положительным результатом, поступить в те вузы, которые вы сами перед собой определите. Среди почетных гостей – заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Завьялова. Именно благодаря ей в 1995 году в Московской области появились первые кадетские классы. Во внеурочное время люберецкие кадеты начали заниматься строевой подготовкой, бальными танцами, фехтованием, рукопашным боем. Я ведь хотела еще детей учить в верховой езде. И как бы мы это демонстрировали, и мы отказались от этой идеи. А так многому, конечно, учим детей. Я бы им пожелала никогда не забывать друг о друге. Сегодня со школой прощаются 29 кадетов. 11 лет ученичества оставили след в жизни каждого выпускника. Запомнились яркими моментами с одноклассниками, какими-то общими ссорами с учителями, которые нас сближали. Но все-таки это останется как приятные вспоминания, о которых мы будем скучать. Завершился праздник кадетским вальсом в исполнении выпускников. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе прошел открытый кубок Московской области по силовому экстриму «Мир Стронг Май». Состязания, которые организуют в Люберцах с 2020 года, собирают все больше тяжелоатлетов. Тему продолжит Богдан Колесников. Турнир состоялся в Центральном парке. Это первый кубок Московской области по силовому экстриму, который провели при поддержке Министерства спорта. Начиная с прошлого года мы являемся официальным видом спорта, силовой экстрим. Аккредитована Федерация силового экстрима Московской области. Очень рад, что уровень спортсменов наших растет. Ребята достигают высших достижений в спорте, в соревнованиях, так и лично для себя. Поехали! Для Александра, ей-бога, это не первые силовые состязания. За одну минуту мастер спорта по пауэрлифтингу 8 раз поднял снаряд весом 110 килограммов. Не предел, немножко, во-первых, подзадохнулся, немножко потерял секунды. Неаккуратно положил, сопроводил снаряд. Впечатления прекрасные. Сделали первое упражнение. Начали, вот сейчас немножко продышались. Все, уже железо потрогали. Сейчас пойдет повеселее. Илья Лисицкий участвует в таких состязаниях второй год. Горомысло весом 260 килограммов мастер спорта по становой тяге перенес на 20 метров за 28 секунд. Это личный рекорд, это новый личный рекорд. Еще такого не было ни разу, так что я доволен, доволен, очень доволен. Я занимаюсь пауэрлифтингом и просто по совместительству езжу на соревнования по силовому экстриму. Мне очень нравится. Это больше экшена. Много разнообразных упражнений, всегда есть что-то новое. Есть что-то новое, в чем себя попробовать. Мир «Стронгмай» проходит в Люберцах четвертый раз. В этом году участвовали силачи из Москвы, Тулы, Белгорода, Смоленска, Мурманска. Люберцы являются эталоном железа, железного спорта. И эта идея была рождена именно, как ни странно, в период пандемии. И с того времени ежегодно на постоянной основе проходят данные мероприятия. Турнир разошелся по всей России и является уже, можно сказать, всероссийским. В турнире приняли участие 14 спортсменов. Каждый проявил свою силовую и техническую подготовку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел кубок по тэквондо клуба «Дангун». Юные спортсмены подвели итоги очередного сезона и показали, чему их за этот период научили тренеры. Клуб «Дангун» – это 20 филиалов, 10 тренеров и более 700 воспитанников. Сегодня представители большого спортивного сообщества встретились на одной площадке. В Большом зале Дворца спорта «Триумф» свое мастерство продемонстрировали около 400 юных тэквондистов. Турнир, конечно же, проводится с той целью, чтобы дети оздоравливались, привыкали к соревнованиям, чтобы это им нравилось, чтобы это их не пугало. Поэтому наши соревнования – это всегда как праздник. И для самых маленьких детей формат соревнований таков, что все выходят с медалями, все победители, все довольны, все счастливы. В соревнованиях приняли участие дети от 4 до 16 лет. Представлены три дисциплины – туль, сила удара и спарринг. В каждой категории определили лучших спортсменов, которых наградили памятными кубками, медалями и грамотами. Я занимаюсь тэквондол уже 4 года. Я научилась постоять за себя, контролировать свои эмоции. Я тренируюсь каждый день и у меня очень хороший результат на соревнованиях. Я очень рада, но я не ожидала, что у меня будет первое место. Этот турнир – своеобразный экзамен не только для спортсменов, но и показатель работы тренеров. Если говорить именно про мой филиал, то у нас вступает 73 человека. Призовые места разные. Есть первые, вторые, третьи. Мы собрали весь пьедестал, уровень подготовки своих детишек оцениваю как хороший. Я считаю, что подобного рода мероприятия, межклубные соревнования – это очень здорово, полезно. Для того, чтобы понять, над чем в перспективе нужно работать, чтобы становиться лучшим из лучших. Судили соревнования тоже воспитанники клуба. Большинство из них – кандидаты в мастера спорта и представители сборной Московской области по тэквондо. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Благотворительный фонд «Возрождение жизни» при поддержке Общероссийского народного фронта продолжают серию хоккейных турниров среди любительских команд Подмосковья. Эстафету приняли люберцы. Спортивный праздник на ледовой арене «Зенит» в Томилине открыли юные фигуристки и воспитники хоккейной школы городского округа Люберцы. Алина Гасан-Гаджиева впервые взяла клюшку и вышла на лед год назад. Но большой спорт уже манит игрой. Я хотел, чтобы принять в этом участие, вырасти и стать такими же хоккеистами. Турнир прошел между любительскими командами из Люберец, Котельников и Мэтищ. В хоккейном матче приняли участие спортсмены, сотрудники администрации муниципалитетов, вице-губернатора Московской области Евгений Хромушин и депутат Государственной думы Роман Терюшков. «Отличное настроение, хорошая игра, благая цель. Я призываю все любительские команды также собираться на турниры, делать кто сколько может благотворительный взнос, помогать и нашим вооруженным силам, и мирным жителям, детям на наших исконно русских землях». Благотворительный турнир посвятили годовщине освобождения Мариуполя. Все собранные средства направят на закупку медикаментов для госпиталей и подарки детям из новых регионов России. «Конечно же, мы рады на территории нашего городского округа принимать такого уровня соревнования. Люберцы – это территория спорта, тем более в наш юбилейный год. И, конечно, здесь много ребят, молодежи, те, кто занимается спортом, те, кто просто пришли посмотреть. Поэтому мы всем желаем хорошего настроения». В заключительном матче встретились Люберецкий «Феникс» и 7-62 «Измытищ». Со счетом 8-3 люберчане уступили. «Матч понравился, все боролись, очень понравился. Спасибо ребятам за игру. Это команда». «Какие могут быть впечатлениями? Только победа. Вот золото отработали. Была очень интересная игра, особенно завершающая. Я считаю, что это был хороший, быстрый, красивый хоккей. Команда Люберцена – это видно и по возрасту. Очень молодые ребята, сильные. Поэтому я считаю, что вполне уровень». В Подмосковье это второй благотворительный турнир в поддержку участников СВО и жителей новых территорий России. Первый организовали 4 марта в Красногорске. Хоккейные матчи будут проводить в регионе до конца года. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе подвели итоги первенства Московской области по баскетболу среди команд юниоров. Решающий матч состоялся в спортивном комплексе «Спартак». С каким счетом он завершился и какая команда стала победителем, расскажем в сюжете. С начала сезона, который стартовал в сентябре, в первенстве приняли участие более 20 команд из разных муниципалитетов Подмосковья. Всем баскетболистам 16-17 лет. «Ребята выпускаются из спортивной школы. И для нас этот возраст является важным, потому что не все спортивные школы имеют возможность сохранить этот возраст к 11 классу. Как видите, у нас ребята в полном составе, детей много, играем и боремся за призовые места. В финальном матче встретились сильнейшие команды. Люберецкий «Спартак» и «Орбита» из Дзержинского. Это была по-настоящему зрелищная игра. Баскетболисты сражались за каждый мяч. Ребята все были заряжены. Мы шли к этому весь сезон. С самого начала упорно тренировались. Мы были уверены в своей победе. Мы всегда настроены на победу. В очередной раз это просто всем доказали. Очень долго ждали этого результата. Очень долго ждали, сколько лет. Наконец-то выиграли. Я хотела выиграть. Я надеялась. Я очень рада, что это сделали. Мальчишки достигли. Они боролись. Они боролись, стремились. Они трудяги. Они вкалывают. Они работают. И вот это им дало вознаграждение за их хорошую работу. За пять минут до окончания матча превосходство люберецких баскетболистов растаяло до одного очка. Но в последние секунды спартаковцы вырвались вперед и одержали победу со счетом 71-62. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкие байкеры провели традиционный заезд, посвященный открытию мотосезона. На праздник съехались несколько сотен мотоциклистов из разных регионов. На нем побывала и наша съемочная группа. Колонна стартовала от сквера победы. Байкеры сделали круг почета через Малахов, Куверию, Жуковский и вернулись в городской округ Люберцы. Финиш мотопробега в летнем парке. Отлично, великолепно. Погода порадовала. Дождь разошелся. Настроение супер. Коллектив супер. Поездка тоже все супер. Все хорошо. Самое главное – без происшествий. Почти два десятилетия мотопробег проводит клуб «Свобода двух колес». В этом году открытие сезона посвятили главному празднику страны – Дню Победы. Мы русские, с нами Бог. И погода даже какая. С утра был снег, потом дождь. Многие вообще клубы отказались проводить в Москве, в других местах. Но мы кремень, мы держались до последствий. Мы верили. И вот, пожалуйста, главное – верить. И из Латвии, и из Украины ребята у нас есть. У нас с Молдавии, с Белоруссии. Ну, вся наша страна, которую мы помним, она у нас объединяется. И эти праздники, они помогают этому. Разве не для этого мы здесь собрались, чтобы в дальнейшем дружить, любить друг друга и помогать друг другу. Мы все-таки русские. Гостей праздника ждала грандиозная спортивно-концертная программа с играми и конкурсами. Фестиваль набирает все больший размах, собирая не только байкеров. Мне очень тут нравятся разные конкурсы, еда вкусная, мотоциклы. Прям очень интересно за тем всем наблюдать. Подтягиваю своих друзей иногда. Некоторые не хотят участвовать в этом, но есть люди, которые прям в этом, от этого фонотеют. Всем рекомендую. Концертную программу открыла группа Джимми. Без ее участия не проходит ни один фестиваль байкеров. У нас приезжали, я помню, из Донбасса, ребята. Так что все. Идем много со временем. Я бы советовал, раз мы 17 раз собрались в этот год, чтобы на следующий год еще больше пришли. Вы-то будете выступать? Обязательно. На одной сцене с группой Джимми, которая более двух десятилетий популяризирует произведения зарубежных исполнителей стилей рок и блюз, мощную энергетику и драйв, подарила группа Wild Rebel. Атмосфера классная. Классный у вас город. Вообще сегодня праздник довольно-таки прекрасный, замечательный. Всех байкеров поздравляю. У вас вообще здорово, классно. У вас очень много людей, которые в теме. И это прекрасно. Фееричным завершением праздника стало выступление кавер-бэнда «Внезапная голова». Музыканты исполнили хиты легендарной хоррор-панк-группы «Король и Шут». Гениальная музыка, продолжает жить. Больше ничего не надо. Но эти люди встречают не меня. Посмотрите на меня, это не я. Там все, что я смог сделать, чтобы быть похожим на ребят из «Короля и Шута». Сборный образ, вот это все. Это все просто дать возможность «Королю и Шуту» еще прожить немножко. Музыки. И у нас это получается, и не только у нас. Завершился фестиваль праздничным фейерверком в небе над Малаховкой. Богдан Колесников, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова